К другим темам. Сегодня российские школьники сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку. Он состоит из двух частей. Одна из которых ответы на задания, вторая сочинение. Узнать результаты своих работ школьники смогут после 8 июня. Добавлю, что в Ингушетии итоговый тест проходили более 3,5 тысячи выпускников. Фериде Мержоева подробнее. До начала экзамена полчаса школьники волнуются, хоть и готовились весь год. Но нужно держать в голове весь курс школьной программы по русскому языку, плюс знания по литературе. Из экзамена в этом году убрали часть с выбором ответа, оставив всего два раздела. Первый содержит 24 задания. Во втором необходимо написать сочинение объемом не менее 150 слов по прочитанному тексту. Больше волнения вызывало именно сочинение. Оно приносит больше всего баллов на ЕГЭ. И оно самое проблемное. 12 критериев, их как-то надо охватить, найти аргументы, подобрать произведение. Еще следить за своими собственными, не допустить всяких типичных ошибок. Вот это была проблема. Далее Алмазова рассчитывает только на свои знания и смекалку. Причин для волнения и переживаний нет, считает девочка. Лучше поберечь себя. Если готовился, то точно сдашь. Я знаю, что мои одноклассники готовились. Мы помним подготовку, то есть как-то все проходило. И проблем как таковых не было. Волноваться нужно в том случае, если ты весь год бил баклуши. Вот действительно повод для волнения. А сейчас лично для меня проблем нет никаких. На подходе к экзаменационному классу как на границе. Проверка документов. У каждого, кроме паспорта, пропуск на экзамен. У дверей нужно снять верхнюю одежду, сумки и личные вещи оставить на столе. Теперь подробный инструктаж от учителей. Нельзя пересаживаться, ходить по классу и разговаривать. Выходить из аудитории только в сопровождении дежурного. Списать у соседа не получится. У всех индивидуальные задания. Их ребята получат только в 10.00. При этом все кимы должны быть запечатаны и не повреждены. Спецсвязью привезли кимы в 6 часов. Мы как члены ГЭК встречали спецсвязь, приняли кимы и запечатали их в сейф. Положили. Руководитель пункта будет их открывать накануне экзамена. Прямо перед экзаменом будет раздавать по аудитории. Они пока кимы. Материал у нас весь лежит. Принятый материал спецсвязи у нас лежит в сейфе. Один из тех редких моментов, когда в школьных коридорах царит почти абсолютная тишина. Впереди 3,5 часа полной концентрации. Единственный рабочий инструмент, который выпускникам сегодня можно иметь с собой на экзамене – гелевая ручка. Родители на пункт проведения экзамена не пускают. И они ждут ребят на улице. Переживают не меньше самих детей. Ответственное мероприятие. Надо отнестись к нему очень серьезно. Мы готовились, посещали репетиторов по своим предметам. И, конечно, волновались. И он волновался, и я волновалась. В этом году ЕГЭ максимально прозрачен. Специальный ситуационный центр при правительстве республики ежесекундно отслеживает процесс сдачи экзамена. На мониторах центра фиксируется буквально каждое движение в аудитории. Я думаю, что в этом году по проведению ЕГЭ мы постараемся улучшить объективность проведения ЕГЭ. Даже по итогам того года, хотя и по итогам того года были отмечены, что у нас есть позитивные излики в плане именно проведения объективности ЕГЭ. Что у нас нет возможности какого-то потустороннего участия именно в проведении ЕГЭ. И дети, зная это, каждый по своим знаниям может сдать и получить баллы, которые он заслуживает. Но лучше один раз увидеть лично, чем сто раз по монитору. Председатель правительства республики Абубакар Мальсагов лично отправляется на один из пунктов проведения экзамена, где придирчиво осмотрел штаб пункта, проверил, соблюдены ли все нормы проведения экзаменов, в том числе наличие камер видеонаблюдения, металлоискателей, присутствие дежурных и общественных наблюдателей. Результаты ЕГЭ по русскому языку ребята узнают только 8 июня. А до этого всем им предстоит еще одно испытание. 1 июня у выпускников второй обязательный экзамен по математике.